Приветствую! В этом видео мы разберемся со следующими вопросами. В каких случаях военнообязанный должен явиться в ТЦК и СП? И, конечно же, акцентируем внимание на том, должен ли военнообязанный являться в ТЦК и СП, если он не получил повестку. Естественно, мы поговорим о том, какая ответственность предусмотрена за то, что человек не явился в военкомат. И, конечно же, вы можете мне сейчас сказать, что, мол, ты же адвокат, почему ты снова говоришь о обязанностях, а не говоришь о том, как защитить наши права. Дело в том, что я действую по принципу предупрежден, значит вооружен. Только зная о обязанностях, только понимая, какие последствия неисполнения этих обязанностей, вы можете выстроить эффективную и устраивающую вас линию защиты ваших интересов. Именно поэтому мы в этом видео будем говорить именно об обязанностях и об ответственности за нарушение этих обязанностей. Данный ролик подготовлен при поддержке Харьковского национального экономического университета имени Семена Кузнеца, в котором я имею честь быть заведующим кафедрой. Для того, чтобы разобраться в этом вопросе, естественно, мы с вами обратимся к действующему законодательству и будем рассматривать постановление Кабинета министров 1487, которым предусмотрены правила воинского учета. Итак, поехали! На экранах вы сейчас видите реквизиты правил воинского учета. Ссылочка на них, конечно же, будет в описании к видео, чтобы вы могли непосредственно ознакомиться с текстом самого нормативно-правового акта. В правилах воинского учета есть вот такой раздел, который устанавливает обязанность призывников, военнообязанных и резервистов. И давайте посмотрим, что же в этом разделе есть, какие обязанности, которые касаются именно явки военнообязанного в ТЦК и ЕСП. Итак, первый случай, когда должен явиться. За викликом ТЦК и ЕСП у строки, зазначені в отриманих ними документах, мобилизаційных распоряджениях, повістках, распоряджениях. Безусловно, каждый из нас и так это знает, да. Данная обязанность есть не только в правилах воинского учета, но и, например, в законе о мобилизации, а также в законе о ВО и ВС. То есть данная обязанность, я думаю, ни у кого сомнений не вызывает, но, естественно, мы говорим о законно выданной повестке, а не о любой повестке. Обратите внимание, вот здесь есть такая цифра 2, она означает номер пункта в правилах воинского учета. Но это для удобства, чтобы каждый из вас мог зайти и перепроверить, так сказать, то, что там написано. Второй случай, когда военнообязанный должен явиться в ТЦК и ЕСП, это звучит так. То есть, если мы меняем место жительства, то мы должны явиться в ТЦК и ЕСП, чтобы сняться с учета. Логичным продолжением есть следующая обязанность. В семиденный строк с дня прибутя до нового месяца проживания потребно заявиться для того, чтобы статы на облик. Здесь все логично, здесь все понятно и, в принципе, уже эти обязанности существуют не первый месяц. А вот новая интересная обязанность, которая, конечно же, всех нас несколько всколыхнула. И звучит она так, что военнообязанный должен зверяты неридше одного разу на пять роки властни персональни данни с обликованными данными ТЦК и ЕСП. Конечно же, здесь прямо не указано, что вы должны явиться. Вы должны сверить данные. Но законодательство вот эту процедуру сверки не устанавливает. И я думаю, что, скорее всего, если мы не будем выполнять эту обязанность, то потом, когда-нибудь, когда мы все-таки явимся в ТЦК и ЕСП, нам будут выписывать штрафы. И есть у меня подозрение, что в этом случае суды будут поддерживать эти штрафы и вряд ли мы сможем их отменить. Не уверен, практики такой, устоявшейся практики судебной по этому вопросу еще нет. Что называется, будем посмотреть. Но уже сейчас для себя нужно зафиксировать вот эту мысль, что да, государство обязывает каждого из нас сверять данные с ТЦК и ЕСП. При этом, естественно, мы прекрасно с вами понимаем, по телефону нам сделать это не дадут. Реализовать вот эту обязанность по телефону ТЦК и ЕСП вряд ли нам даст. Они скажут, приходи к нам сюда. Идем дальше. Кроме этого, есть еще вот два таких пункта. Один звучит так. В этих, кстати, пунктах тоже не указана непосредственно обязанность являться в ТЦК и ЕСП. Но что-то мне подсказывает, что ТЦК и ЕСП, выписывая штрафы в дальнейшем, будут толковать эти пункты так, что нужно лично являться. Почему? Ну, смотрите, пункт пятый. Вот что должны делать мы. Особисто поведомляти всемеденний строк про зміну персональных данных, зазначенных у статті 7 Закону України, про единый державный реестр призовников, військовозобовязанных и резервистов. А також надавать документы, что подтверждают право на отстрочку от призового на військовую службу подчас мобилизации с подстав, визначенных у статті 23 Закону України, про мобилизационную подготовку и мобилизацию. Как мы видим, здесь не сказано, что мы должны явиться. Здесь сказано, что лично поведомляти. А особисто поведомити мы теоретически можем, направив письмо по почте и так же по почте направив подтверждающие документы. Но посмотрим, что сейчас в условиях военного времени, как пойдет судебная практика именно по этому пункту. Кстати, перечень вот этих данных, мы сейчас их посмотрим еще. Шестой пункт. Негайно поведомляти ТЦК и ИСП про втрату військово-обликового документа. Здесь тоже вопрос такой, нужно ли это негайно поведомляти личным присутствием путем похода в ТЦК и ИСП, либо можно позвонить и сообщить им об этом, либо же направить заяву, письменное заявление о утрате военно-учетного документа по почте. Естественно, если мы делаем это по почте, мы должны это делать заказным письмом или цинный лист, он сейчас называется, с описью обязательно вложения. Вот сейчас на экране вы видите перечень тех персональных данных, при изменении которых нужно уведомлять ТЦК и ИСП. И это не полный перечень, он вот продолжается еще на следующем слайде. Здесь вы видите фамилия, имя, отчество, да. Ну, некоторые такие, как дата рождения, вряд ли может измениться, хотя есть варианты. Что интересно, пол. То есть вот пол. Если вы изменили пол, обязательно не забудьте уведомить ТЦК и ИСП. Друзья, здесь не будем подробно останавливаться. Вы можете это сделать самостоятельно, там сделать скриншот этого списка, либо поставить экран на паузу и ознакомиться. Если вы увидите, что вот здесь 13.15 идет, да, либо еще какие-то пункты пропущены, это значит, что эти пункты, ну, вас не касаются, вы не можете подать. Ну, допустим, там вопрос свидетельства о смерти, да, ну, свое свидетельство о смерти сложно будет подать в ТЦК и ИСП. Соответственно, если у вас меняется вот что-то из этих данных, то мы обязаны уведомить в ТЦК и ИСП об этом. Но порядок не предусмотрен. Да, написано особисто, лично, но, по идее, если я лично пишу, то это же тоже лично, да. Но, подчеркну, скорее всего, суды будут трактовать иначе. Это мое предположение. Идем дальше. Какие же последствия будут за невыполнение вот этих обязанностей, если вы не явились для обновления данных, не передали информацию о обновлении данных, не снялись с учета, либо не стали на учет? Для этого есть 210-я статья, которая называется «Порушение призывниками, військовозобвязанными, резервистами правил військового облику». Здесь мы говорим о установлении ответственности за нарушение любой обязанности, которая предусмотрена правилами воинского учета. Как мы видим, здесь перечня нет, да. Это 210-я статья Кодекса Украины о административных правонарушениях. Здесь в ней перечня нет, но вот любое нарушение правил воинского учета наказывается по вот этой статье. И как мы видим, здесь административный штраф установлен в размере от 30 до 50 необлагаемых минимумов, то есть от 510 до 850 гривен. Но это в мирное время, когда в стране ничего не происходит. А вот в тех случаях, когда страна находится в том состоянии, в котором находится сейчас Украина, вот, а этот период в том числе описывается законодательством как особый период, мы используем часть второго, где сказано повторное протягом року вчинение правопорушения передбаченного частиною первой статьи, за которую особо уже было поддано административному стягнению, а также вчинение такого порушения в особый период, а саме сейчас особый период, тягнуть за собою накладывание штрафу от 50 до 100 неоподаткованных минимуме в доходе в громадян. От 50 до 100 это означает от 850 гривен до 1700 гривен. Итак, подводя итоги, мы с вами видим, что правила воинского учета устанавливают перечень случаев, когда военно обязанный должен явиться в ТЦК и ИСП, бывший военкомат, даже в том случае, если он не получил повестку, и его сам по себе ТЦК не вызывает, да? Какая же ответственность предусмотрена за это? Вот это один из самых главных моментов, на который нужно обратить внимание. За неявку в ТЦК и ИСП максимальная ответственность, которая предусмотрена, это административный штраф в размере 1700 гривен. То есть, если вы, например, женились и не уведомили об этом ТЦК и ИСП, то вы получаете за это максимальный штраф 1700 гривен. И то это будет не сейчас, а когда-то потом, когда вы все-таки явитесь в ТЦК и ИСП, и они узнают, что у вас изменились вот эти персональные данные, да? А вы их об этом не уведомили. При этом обратите внимание, что военное положение в стране не расширяет круг обязанностей в контексте явки в ТЦК и ИСП. То есть, вы должны явиться в ТЦК и ИСП по тем же самым основаниям, что и в мирное время. Но сейчас, поскольку идет особый период, будет повышенная ответственность. И если бы в мирное время там максимальный штраф был 850 гривен, то сейчас максимальный штраф будет в 1700 гривен. На этом все. Прошу, если вы считаете, что данное видео было полезным, поставить ему лайк, подписаться на мой канал, где вы сможете найти много полезной информации, которая касается как ваших прав, так ваших обязанностей и ответственности. В том числе, здесь у меня на канале есть много видео, связанных с военным положением в Украине, с мобилизацией. Вы можете узнать о том, как можно получить отсрочку от мобилизации, как можно выехать из Украины, какие документы для этого нужны, какая процедура и прочее. Напомню, что с вами был Олег Лукьянчиков, адвокат, кандидат юридических наук. Желаю вам удачи, благополучия и, конечно же, мира. Пока-пока.